привет ребятки мы с вами перенеслись на окраину украинской земли вот уже через несколько километров начинается россия ну вот что тут что тут говорить здесь можно запускать на испытание подводной лодки я надеюсь по этой дороге я ходил когда-то протяжении многого времени а ходил куда я ходил я из дома в школу про кой асфальт этого нету так школе что-то происходит я вижу то что дверь открыта а если дверь открыта то я могу зайти посмотреть что что внутри ну в принципе ничего не изменилось вот школа вторая школа потому что в городе 2 1 находится ближе к центру а вторая вот вот здесь вот середина буда город так называется у нас тут были дискотеки по вечерам не вот здесь было такое центральное место на крыльце то есть то место где ты наблюдаешь кто заходит кто выходит кто где как какие-то разборки были здесь там дальше короче каждый метод наполнен историей школе сейчас проходит уборка покраска и так далее то есть не смогу я зайти уже там где я учился на третий этаж показать спортзал и и всякие остальные дела но я думаю там ничего особо не изменилось просто может быть цвет иной и все в принципе ну вот здесь вот мы учились с первого класса по 11 11 лет 10 лет и потом уже все кто куда кто в киев кто в харьков а кто в париж это уже за школой здесь мы сдавали всяческие нормативы играли футбол футбольное поле там построили уже мини поле для мини футбола все как было таки есть без изменений ну и самое центральных мест конечно же рынок каждую пятницу все сходятся на рынок за покупками так ну и здесь вот среди этого аквариума или реки находится первая школа как я говорил в городе есть две школы они такие называются школа номер один школа номер два о чем мудрить все просто 12 а.б. ну и в этой школе я не учился не знаю что там как там пару раз был у нас были какие-то олимпиады но именно вот здорово то сделано то что вот буквально школа когда жарко сразу же есть вода как бы здесь можно немножко охладиться как бы очень классно рассчитано все это дело уровень воды чтобы как бы дети маленькие не утонули просто чисто пополоскать ножки внутри двор плиты чем такой щебень какой-то котельная ну вот обычная площадь только это была дискотека тоже вроде бы здесь была раньше дискотека здесь проходят всякие первые звонки последний и предпоследний и так далее дальше вот этим зданием там всяческие турники ну сюда заходить мы не будем пойдем дальше слушай как называется это общее здание я учета уже подзабыл белый дом да ну короче белый дом тут заседает местная обама выходит да такое говорит welcome people welcome to heaven я не на самом деле тут же есть же типа наш мэр ли кто он там да ну да сидит там в троне я даже не знаю а кто сейчас . кто сейчас мэр города ген я так думаю что то а вот это короче здание я уже не помню как он называется голубой дунай голубой дунай не подожди это что ли партия регионов что раньше тут была школа помню загс да вот ну что ну мы короче находимся на таком основном ну не на основном она один одном из основных пятачков и сбуды где до центра один из вечеров наш прекрасный гид александр и сделает незабываемый экскурсию по этому городу обязательно это основное место можно сказать где проходят всякие мероприятия дни рождения и так далее короче ночью здесь все гудит не знаю как сейчас раньше здесь на втором этаже типа ресторан но это не ресторана какой-то типа бар что-то типа такого ну раньше тут вечером постоянно была движуха люди собирались и что-то отмечали так основная центральная улица которая называется коммунистическая и рядом возле не этой улице ну его называют парк но это можно сказать типа аллея что-то и вот он парк основное место в городе где молодежь прогуливается тут я вижу заменили покрытие теперь какие-то камни типа брусчатка что-то типа такого но восстановили финансы значит какие-то пошли сюда здорово ну до этого тут просто был что-то нечто ямы такие поломанный асфальт то есть здесь в основном вечером в принципе ходить то некуда кто ходит в бары какие-то кто еще куда-то ходит и потом когда уже надоело сидеть в этих барах в ресторанах просто люди ходят туда-сюда обратно вот там на той стороне доска почета на обратной стороне стоял ленин которого уже снесли и вот люди ходят туда-сюда и здесь в центре вот ну я не вижу лавочек раньше были лавочки люди просто сидят и смотрят друг друг на друга оценивают кто как оделся кто в каком состоянии кто с кем прошелся вот в принципе ну тут что сделали что новое интересные какие-то может быть поставят какой-то фонтанчик или что-то еще посмотрим вот а впереди был памятник вождю владимиру ильичу но уже нету я думал что не снимут его декоммунизация и улицу наверное это уже будет не коммунистическая другое что-то и третье место центральная в городе это вот по прямой это полиция или милиция не знаю уже как называется и здесь буду на культуры дом культуры не знаю что там происходит так как когда я уехал его тут тут он был закрыт сейчас его реставрировали давно уже реставрировали и здесь что-то происходит на на какие-то представления и дальше улица вокзальная в сторону вокзала логично ну вот такая вот жизнь спокойно нет никакой лишней суеты все куда-то ходят никуда не спешат но это жизни можно сказать дневная вечером я выйду сюда поснимаю же жизнь вечернюю посмотрим в чем отличие вот в этом месте я тоже проводил много времени в своем детстве так как у меня здесь живет бабуля мы сыграли футбол помню раньше тут было не знаю сейчас раньше было очень много молодежи здесь куча моих одноклассников в этом доме в этом тоже сейчас как-то спокойно ходим подъезд ну конечно зашли в подъезд закрыто ну в принципе тут я думаю не сложно понять где кнопки без краски нет отлично вот так вот скрываются замки кто же кнопки красит ребят бабуля еще не знает что я к ней иду гости вот еще одна собачка приколистки так собачки едут на прогулку да моника гулять едем да они нормальные дороги вода вымыла там на танке тут ездить отлично как называется эта улица которая мы сидим такая подождите украине же декоммунизация дороги тут это что такое это асфальт евро стандарт последний стандарт евро плюс еще тут песочек наше путешествие по асфальту уровня евро 25 это новое покрытие не четко ровное покрытие новый пласт нужно получается его немножко осторожно вот товарищей здесь конечно конкретно поражаемся этот пластик в принципе вот зимой летом туда всегда одно и то же на высшем уровне тут но я же говорил как бы каждый сезон у такие вот история до город развивается так а дальше это получается если поедем прямо выйдем на даче до типа дачный почти с поселок на товарищ люди живут и здесь мы сейчас съезжаем на речка называется ластовецкая ласточка для ластовецкая народе ласточка по народному слушаю тут дорога что-то вообще раньше была такая более наезжена что-то уже я помню тут когда малой было хорошо порезал ногу в этой ласточки так что у меня ассоциации с ней не очень такие положительные вы на тот берег или на этот куда вы такая вот речка и речушка купание происходит по полному здесь конечно пляж тут мега пляж его просто нету она еще туда продлевается и дальше впадает там вашего что-то данную эту речку полностью спускали очищали ну насколько я знаю очищали дно засыпали песком да но засыпали песком и а ты не знаешь не в курсе сколько вообще все это дело финансировалось не знаешь не было таких такой информации просто интересно сколько вот реально было влито сюда финансов и что тут было на самом деле сделано ну видишь что-то сделал делали же ну пляжа как не было такие нету я помню я помню мы тут в это в детстве вот точно так было точно так мы еще даже прыгали с этих вот штук в воду ну как бы может быть другой стороны песок есть но хотя я не вижу его ну это такое можно сказать одно в принципе тут других нету одно из таких мест куда можно пойти и поплавать вода конечно не фонтан ну хоть хоть такое но есть собачки моника иди сюда моника собачки собачка так вторая рыжая рыжая лада 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 лада